Добровольно запутался, Илья, вот теперь и выпутывайся сам. Кто-нибудь помогите мне, мне бы еще помощь зала. Это была сценка из жизни обычного молодого человека, застрявшего в социальных сетях. Да, вот все микрофоны, все гаджеты специально-телевизионные с меня послетали. Доброе утро, друзья, здравствуйте, в эфире программа «Утро губерний» в студии Виталия Пушнякова. Илья Табуев. Как вы уже догадали, сегодня наш разговор пойдет не о рыбалке, а об социальных сетях, друзья. Как правильно выбрать социальную сеть, как не нарваться на мошенников, и вообще зачем, для чего это нужно, говорим сегодня об этом в нашем эфире. Всем доброе утро еще раз. Ну и помогут нам, конечно же, гости. В студии у нас будет фанатка социальной сети и социолог, который наше поведение в интернете внимательно изучает, анализирует, ну и расскажет нам, собственно, для чего нам нужны социальные сети и легко ли попасть в зависимость. Ну и такая историческая справочка прямо сейчас для начала. Победное шествие по интернету. Социальные сети начали в 1995 году. Сайт classmates.com в Америке появился. Ну, наши одноклассники, по сути. Ну и началом официального бума такого социальных сетей можно считать 2003-2004 годы. Тогда были запущены LinkedIn, Facebook, ну и там еще что-то такое было. MySpace, кажется, да. Но в Россию мода пришла немножко позже. 2006 год. Появляются ВКонтакте, одноклассники. Ну а 15 июля 2006 года вышла полная настоящая версия сервиса микроблогов Twitter. Так что можно поздравить Twitter с днем рождения сегодня, мне кажется. Ура! Ура! Знаешь, ты такие даты называешь. Кажется, что это было так давно. А вообще такое ощущение, что социальные сети с нами были всегда. Да, это точно. Ну, давай сейчас сразу к новостям, которые мы нашли в социальных сетях в том числе. Я вот, например, подписана на множество сообществ ВКонтакте. Ну, та же самая интересная, Самара. Самара онлайн, просто Самара там. Тольяттинцы ВКонтакте, типичные Тольятти. Даже вот есть сообщества Сызрань, мы Сызранские, что-то такое. На все подписано, все читай. Очень удобно. Открываешь ленту. Хорошо, я понял, что ты тоже зависима. Абсолютно. Читай, те новости. Начинаем, начинаем, да. Автоваз временно снижает цены на Ладо Калина предыдущего поколения. И вот до 31 июля машина будет стоить аж на 30 тысяч рублей дешевле. Так что торопитесь, налетай, как говорится. Мне кажется, это очень хорошая новость. Да, для многих. Если вы любите кататься на электричках, друзья, следующая новость специально для вас. Внимание, от Самары до Тольятти время будет занимать значительно меньше. Железная дорога испытала и готова запустить между двумя мегаполисами скоростную электричку. От старта из Жигулевского моря до Самарского железнодорожного вокзала. Пассажиры раньше добирались 2 часа 50 минут, а сейчас будут добираться всего лишь 2. Это очень здорово. Ну и такая весьма странная новость. В ближайшем будущем на въезде в Самару рядом с церковью в Царевщине возведут золотую арку. Вот такой проект планируется. Приорочен он к проведению в столице губернии матчей чемпионата мира по футболу. И православная арка будет оснащена стеклянными куполами и крестами из чистого золота. Планируется, что она будет не просто украшать Самару, но и выполнять функции пешеходного перехода. Да, вот ты знаешь, лучше бы центр города в порядок привели. Для начала. Да. Ну, интересная новость, почему бы нет. Много золота на въезде в Самару. По-моему, прекрасно. Да. Кстати, у тебя есть какое-нибудь сообщество о погоде? Состоишь ты где-то? Ой, нет. Вот о погоде я знаю, ты все готовишь всегда в курсе. А я профессионально занимаюсь погодой, друзья. Делаю это примерно вот так. А как? Ну, нет, шутка. На самом деле, синоптики сегодня в Самаре и в Самарской области обещают нам переменную облачность. Возможно, небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха в среднем по области составит плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный, у вас скорость 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление в норме составит 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное. Браво. Браво. Ну, а теперь разлагиньтесь срочно из всех социальных сетей. Уберите подальше все свои гаджеты. И вместе с нами в режиме оффлайн, так сказать, сделаем несколько простых движений с Еленой Коноваловой. Здравствуйте. Прекрасное солнечное утро, и хочется начать его разминкой на природе. Сегодня мы с вами займемся мышцами спины и рук. Для выполнения этого упражнения вам понадобятся гантели. Занимаем определенное положение корпуса и приступаем. В этом упражнении у вас работают мышцы спины. А затем мы приступаем к следующему. При этом положение корпуса у вас будет работать в трицепс. Теперь мы меняем положение корпуса, и все то же самое с другой стороны. Сначала мы выполняем тягу. А затем выпрямляем руку. Хорошо, отлично. Выполнение этих упражнений позволит вам укрепить мышцы спины и трицепса. С вами была Елена Коновалова и программа «Утро губерния». Оставайтесь с нами. Хорошего дня, хорошего настроения. Каждую секунду 8 человек на нашей планете становятся частью какой-нибудь новой социальной сети. Ну, как вы понимаете, их огромное множество. Вот поможем сейчас вам выбрать ту, которая необходима именно вам. Если вы строите карьеру, ищете работу или работников, то заходите на сайты профессионалы.ру, LinkedIn, viadeo.com, например. А если вы боитесь допускать компьютер у ваших детей и не готовы пустить их во взрослые социальные сети, существуют специальные детские социальные сети, контролируемые контентом под названием «Смешарики», «Увлекательный мир Бибигона» или «Твиди», например. Ну, а для учителей, преподавателей вузов существует портал NS-портал, он называется такая «Сеть социальная», где они могут размещать материалы для подготовки к занятиям, либо делиться опытом с коллегами, или разрабатывать даже авторские курсы. Да, книга Люба, регистрируйтесь в социальной сети «Lifelip», владеющих английским языком, порадует сайт Library Thinking, друзья. Художников зовем в социальную сеть под названием «Devian Art», айтишники виснут в «Хабрахабре», достаточно известная сеть. Юристы могут найти коллег на сайте «Закон.ру», всех рыбаков милости просим в f.дневник. А вот меня еще порадовала одна социальная сеть, посвящена она любителям вязания. Вот главную страничку я даже скопировала, чтобы вам показать, она очень милая. Вот так выглядит главная страница. Все утонули просто в количестве... Шерсти, мне нужно много шерсти. ...в клубочках. Да, ты вот лично какую бы социальную сеть похвалила, кстати говоря? Я зарегистрирована в отличной социальной сети, называется она «Couchsurfing». Переводится такой «Поиск дивана», грубо говоря. Создана она для путешественников, которые хотят тратить минимальное количество денег на свою поездку. Ну и там ты ищешь человека, который готов тебя приютить на несколько дней к себе домой. Это, конечно, потрясающий опыт. Я уже, наверное, поездок пять совершила с «Couchsurfing». Ну, живешь у людей совершенно бесплатно, при этом разговариваешь, учишь иностранный язык, смотришь город, тебе показывают какие-то интересные места. Ну вообще, знаешь, такая атмосфера, мир дружебоживающих. Замечательно. Я так и вам скажу, такая удобная сеть достаточно, да? Приехал, все посмотрел, пожил, сказал «До свидания», «Всего доброго». А потом ждешь в гости к себе. Да, да, да. Есть социальная сеть и для туристов из России, называется «Tour Out». Там можно искать попутчиков, знакомиться с обитателями тех или иных городов и спокойно ехать, изучив фото и советы пользователей. Ну, галопом по Европам пробежались мы по социальным сетям. А сейчас предлагаем не торопливо, так неиспешно, календарь губернии посмотреть. Сегодня 15 июля. В памятный день 15 июля 1888 года на берегу Волги в честь небесного покровителя Самары святителя Алексея заложили часовню. Согласно преданию, именно на этом месте святой встретил отшельника и предсказал великое будущее города. Проект часовни разработал самарский архитектор Александр Щербачев, а возвели ее на деньги потомственного почетного гражданина Самары Георгия Курлина. Святыня смотрелась нарядно, из красного кирпича с белокаменными украшениями. Сверху часовню венчал ажурный крест. 160 лет назад, 15 июля, родилась Мария Ермолова, одна из талантливейших актрис русского театра. Она стала символом женственности, красоты, искренней простоты и скромности. Махмуд Исамбаев, будущий академик Международной академии танца, родился 15 июля 1924 года. Высокий, с благородной статью, гордо вскинутой головой. Он создавал на сцене образы небывалой силы и красоты. 15 июля родилась Татьяна Бодрова, член общественной палаты Самарской области, директор Самарского дворца детского и юношеского творчества. Сегодня свой день рождения отмечает Лидия Борисовна Вербицкая, председатель Октябрьского районного суда города Самары. Актриса самарской драмы Валентина Смыкова родилась тоже 15 июля. Ждут гостей на именины Василий, Тихон и Арсений. По народному календарю, если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья, осень наступит рано, а за ней и зима не за горами. На сегодня все, встретимся завтра. Все в тех же социальных сетях можно наслаждаться отличными фотографиями. Для этого есть и Фликер, Пикассо, ну и Инстаграм, в конце концов. Друзья, а если вы, так сказать, асоциальный человек, я имею в виду в плане компьютерных сетей, то просто пользуйтесь нашей постоянной рубрикой «Яркие кадры». Утро, собакогуберния.тв.ру, наш электронный адрес. 443-068, город Самара, улица Новосадовая, 106, корпус 106, почтовый. Присылайте, все покажем, вместе посмотрим. Ну а сегодня мы смотрим яркие фото Павла Гусакова. Он опубликовал их в социальной сети вместе вот с таким комментарием. Закат в пятницу 5 июля. Точнее, с закатом одно фото, а дальше уже настоящее буйство цветов после заката, когда солнце скрылось за горой. Может быть, дождь повлиял на цвета, столбы дождя видно, они направляются в сторону красной глинки. Камера увидела даже больше, чем я, так что пришлось пробежать по всей площади. Из ретуши только добавление цветности, тона и полутона. А так все вот настоящее оригинальное. Очень красиво, на мой взгляд. Да, спасибо, Павлов. Видимо, у кого-то получилась романтическая прогулка под таким небом. Точно. Ну давай еще полюбуемся еще одной красотой. Сюжете Марина Баркова. И она у нас посетила выставку картин из крыльев бабочек. И уже всем своим френдам, конечно же, рассказала в социальных сетях. А мы еще ничего не видели. Ну вот сейчас и посмотрим. Из мельчайших мазков чешуек, тысячами покрывающих каждый сантиметр хрупкого крылышка, природа уже создала произведение искусства. Художнику Вадиму Зарицкому из Липецка оставалось лишь выбрать необходимую гамму и собрать эти мазки в пейзажи, натюрморты, портреты и декоративное панно. Сегодня в мире только три храбреца работают в этой тончайшей технике. Два из них живут в Китае и один – наш соотечественник. Это очень сложно, потому что взять пальчиками крыло бабочки, соответственно, нельзя. Это берется специальным пинцетиком, вырезается скальпелем кусочки из крыльев бабочек и наклеивается на специальный клеев. Экспозиция выставки, впервые представленной в Самаре, насчитывает 34 картины, выполненные в мозаичной технике, и более 70 засушенных бабочек редких тропических видов. Жемчужины коллекции «Атлас Атакус» – самая большая ночная бабочка на Земле с размахом крыльев 28 сантиметров. И урания Мадагаскарская, признанная энтомологами самой красивой бабочкой в мире. Из ее крыльев создано абстрактное полотно неба Якутии, смотревшись в которое, можно разглядеть спящего человека. Одно крыло состоит из миллиона мельчайших чешуек, а эти чешуек, если посмотреть под микроскопом, они как бриллианты. Если посмотреть под разным углом на нее, она меняет свой цвет от желтого до фиолетового. Потом подойдете еще раз, посмотрите. Ни одна из бабочек не пострадала ради искусства. Материалом послужили уже закончившие свой недолгий век красавицы, разводимые на специальных фермах на Филиппинах и в Таиланде. Там их собирают, как опавшую листву, складывают в коробки и отправляют в Россию. У нас здесь есть картины, где использованы наши российские бабочки. Это наши обычные лимонницы, белянки, боярышницы. Рекордсмен среди бабочек в природе, это по долгожительности, это наша лимонница. Она может жить до 6 месяцев, в принципе, до 9 месяцев даже. Мы самые стойкие. И наши куколки до минус 40 градусов мороза выдерживают и могут прямо даже в снегу заночевать, и ничего с ними не случится. Живут тропические бабочки недолго – одну-две недели. Картины из них хранятся 30-50 лет. На одно полотно в среднем расходуются тысячи крылышек. Организатор выставки задумалась сделать портреты Анжелины Джоли и Мерилен Монро из «Ночных бабочек». Я хотела сделать портрет Джонни Деппа, но так как он свою семью с тремя детьми оставил, я его являю в бойкот. Я теперь не хожу на его фильмы и презираю искренне. Выставка в музее Лабина продлится до конца августа. Марина Баркова, Олег Айдаров. Программа «Утрогубернии». Не все коту-масленица. Социальные сети не только могут быть на пользу, но еще могут навредить. В Белграде женщина по имени Снежана Павлович попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в социальной сети не вызвала интереса среди друзей. Врачи клиники назвали этот случай «синдром Снежаны», объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности с собой и своей жизнью. Таких пользователей в мире, кстати, довольно много. Да, страшные факты. Социальные сети служат причиной каждого третьего развода в мире. Но при этом каждая пятая пара познакомилась как раз в социальных сетях. Да, и вот ты знаешь, наш следующий сюжет не имеет отношения специально. К разводам. Да, вообще никакого. Потому что историю любви сейчас очень интересную поведает Татьяна Карпова. Пользователь Джемини добавил вас, друзья. Запрос подтвержден. Машка набирает сообщение. Так началась история любви семьи Дюсюковых. У них не было общих знакомых или друзей. В роли свахи выступила всемирная паутина. А дело было так. Пятница – середина рабочего дня. Джемини, а в миру Степан, нашел компанию на вечер с помощью клика. Я открыл ICQ-программку, задал там фильтр по возрасту, неженатого в активном поиске, женский пол и так далее. Ну и, соответственно, мне там выпало вариантов 15 разных девушек, которые были в онлайне, которые были вообще, в принципе, там достаточно много было. Ну, общался, общался. Началось это где-то часов в 12 дня. Это уже, можно сказать, даже обед. И закончилось уже ближе к 10 вечера, когда я уже с Машей встретился. Встретились не только с ним, а и с его другом. Конечно же, я одна боялась. Позвала свою боевую подругу. С боевой подругой мы с ними встретились. Очень забавно провели время. Вот так вот мы с ним познакомились. Так мы с ним первый раз встретились. Познакомились и уже не расставались – это не про них. Количество входящих в Аське росло, в отличие от личных встреч. С завидным постоянством Степа писал не только Маше, но и ее подруги. И лишь спустя пару месяцев началась заключительная серия этой сетевой Санта-Барбары. И он говорит, давай пойдем погуляем. Говорю, нет, не получится, да я болею, я тебя заражу, а у тебя завтра день рождения. Он говорит, вообще-то у меня сегодня день рождения. Я – м? Вот, то есть вот это какой-то переломный момент. Чем-то она меня зацепила. До сих пор, я понимаю. Я уже с этим. Изюминка. В каждой женщине должна быть изюминка. Ну вот она в ней есть, и чем в ней больше тайны, тем и лучше. Я до сих пор эту тайну не раскрыл окончательно для себя. Ну, соответственно, это манит, манит и манит. Интернет-переписку сменили ежедневные встречи. Версии о том, как прозвучали первые признания в любви, у ребят расходятся. Зато предложение руки и сердца помнят оба, причем дословно. Я не выдержал. Я прискакал домой, мы сели с Машей на пол, я говорю, я тебе хочу сказать. Ну и сказал то, что должен был. Ну, то, что хотел больше даже сказать. На что Маша сразу же согласилась. Мы сидели вот на самом деле на корточках. То есть я просто к нему потом на руки пересела, очень крепко обняла. Конечно же, слезы, ну это трогательно, об этом все мечтают девочки. Как полагается, их свадьба пела и плясала. Счастливому браку уже 4 года. Плюс и минус. Так, шутя, Степа называет их пару. Ругаются редко, но спорят часто. И не забывают признаваться в любви. Это бывает не просто вот так вот, да, вот, Маша, я тебя люблю, Степа, я тебя люблю. Нет, это бывают какие-то моменты, например, перед сном, да, там, еще там, с добрым утром, там, и продолжение. Я это обычно говорю, когда Маша чем-то занята. И это ее страшно бесит. Потому что я могу подойти, когда она готовит. И сказать, просто ее развернуть, грубо говоря, от плиты и сказать, Маша, стой. Она, ну что, я занята, ты видишь, у меня тут все горит, я тут режу, я себе сейчас руки порежу. Ты вечно приходишь, когда у меня нож в руках. Я говорю, я тебя люблю. На компьютере Маша ICQ не установлена. Степа пользуется ей только по работе. Их сетевая сваха канула в лету. Однако свои первые приветы ребята хранят до сих пор. Переписка хоть и лежит в дальнем углу компьютерной памяти, но сердце греет. Татьяна Карпова, Михаил Смирнов, программа «Утро губернии». Как изменилось человечество под влиянием социальных сетей? Зачем они нам нужны? И как же вот избавиться от них, если очень захотеть? Расскажет наш утренний гость. Апетян Гайна Степановна, магистра по направлению социологии Самарского государственного университета. Доброе утро. Здравствуйте, Гайна. Доброе утро. Здравствуйте, скажите, зачем же нам социальные сети? Для чего они придуманы? Неужели они могут заменить нам живое общение? А разве живое общение может заменить социальные сети? Ну, сейчас вот, мне кажется, молодежь, она вот вся вот на этом, в общем-то, и сидит. На мой взгляд, социальные сети полноценно не могут, конечно, заменить живое общение. Однако, они принесли много уникального в нашу жизнь. Ну, например, как мы жили раньше без лайков. Вот ты сказал фразу, тебе молчание в ответ, или да, ну, наверное, а здесь нажал лайк, или мне нравится. И ты получил такое похлопывание по плечу, которое, в принципе, мало где допустимо в реальной жизни. Кроме этого, социальные сети раскрепощают людей. Плохо это или хорошо не нам судить, однако в социальных сетях, в живом общении люди допускают больше свободы. Иногда эта свобода связана с нецензурными выражениями, да, не всегда легко нахамить человеку в ответ, глядя в глаза или по телефону. А в социальной сети гораздо проще, да, да, да. Кроме этого, психологи утверждают, что общение в социальных сетях сублимирует некоторые проблемы, да. Очень легко завести второе «я». То есть, например, в жизни я достаточно крупная брюнетка, а в интернете я могу стать блондинкой 90-60-90, ноги от ушей и так далее. Или, например, на самом деле я не крупный мужчина, а мечтаю быть блондинкой 90-60-90 и представляюсь опять-таки ей же. А второе «я». Да, да, да. Кроме этого, может быть, в реальной жизни я мечтаю стать президентом. Пожалуйста, забейте ВКонтакте. Ну, несколько тысяч аккаунтов Владимир Владимирович Путин вам будет обеспечено. Кроме этого, социальные сети несут некую сублимацию агрессии. Возможно, высказав агрессию в социальных сетях, человек не пнёт на улице собаку, не нахамится служивцу, не ударит жену. Но, опять-таки, это требует дополнительных исследований, к сожалению, моя тема. У меня такое ощущение, что вы прям защищаете поддерживать социальные сети. А как же мы без них жили? Мне кажется, всё было бы прекрасно. Мы даже без телефонов встречи, не знаю, в 6 часов встречаемся возле фонтана. А у каких фонтанов, да? И стоишь у других фонтанов. А какие-то предчувства, эмоции, вот ждёшь, не пришла, потом... Вы знаете, на тему трансформации общения под влиянием социальных сетей уже достаточно работы есть. И когда-то мы жили без телевидения, когда-то мы жили без машин, когда-то мы жили без радио, без книг. Нужно развиваться. Да, вы понимаете, прогресс неискореним. Не остановить. Лень, двигатель, прогресс, знаете. Когда-то надо было пойти лично в гости, когда-то можно было позвонить, а сейчас не обязательно сел у компьютера и общайся на здоровье. Ну а на какие вообще группы делятся пользователи? Вы знаете, смотря с какой точки зрения смотреть на это. В своём исследовании я делила сообщества пользователей социальной сети ВКонтакте. И там были коммерческие группы, были группы взаимопомощи, благотворительности, группы, обсуждающие картинки, кошечек, собачек, группы худеющих, группы младых матерей, преступные группы. Да, да, да. Конечно, такие группы бывают. Они, к слову сказать, закрыты практически всегда. Либо общаются так, что непонятно, без дополнительных. Да, да, да. Кроме этого, есть новостные группы, которые я исследовала в своей работе. Самарских, например, сообществ социальной сети ВКонтакте 29142 на подсостояние 13 апреля. Так, вот здесь сейчас мы делаем небольшую паузу, прям секундочку. Мы посмотрим опросы про Соня, и после вернёмся к нашему разговору. Конечно, люди что-то ищут, покупают, продают, там каждый своё ищет. Конечно, наверное, польза больше. Вряд много времени занимает польза. Потому что можно общаться, не выходя из дома, не знаю. Мне кажется, это польза вообще. Для меня это и не польза, и не вред. Нейтрально. Смотря для кого. Ну, как любое чрезмерное потребление, социальные сети также чрезмерно могут быть. Я думаю, для тебя это польза, а там значит, насколько ты там сидишь. Ну, с одной стороны, это польза, с другой стороны, это вред. Ну, польза общения, знакомства, ну и минусы в том же, потому что вживую перестаёт общаться, знакомиться. Особая польза, потому что я сама ей пользуюсь, очень прям помогает. В семейной, как будто, жизни, вот это прям очень. Не могу сказать. Насчёт вреда или пользы, ну так, средне-второстепенное. В нём есть как и положительные, так и отрицательные моменты. Ну, в чём-то есть польза. Уроки делаем. Тоже по интернету. Я думаю, и польза есть, и вред от того, что люди между собой не общаются. Общаются только в сетях. Всё относительно, смотря для чего. Если 24 часа там время проводить, то это вред. А если просто пообщаться с теми людьми, с кем нет возможности увидеться на данный момент, то можно. Всё должно быть в меру в нашей жизни. Мы продолжаем разговор о социальных сетях. Поговорим дальше о зависимости. Есть ли это зависимость? Бежит ли человек от компьютера с работы до компьютера к дому? И что с ним делать? Ну, вопрос о том, есть ли это зависимость или нет, это скорее к психологам. И мнение психологов здесь делится. Можно ли объединять так называемую киберзависимость, куда входит, и зависимость от игр в интернете, от социальных сетей, от покупок, да, в зависимости от того же самого вне интернета, в нашей реальной жизни. То есть если человек шопоголик по жизни, он и в интернете будет, и в социальных сетях будет совершать покупки. Если человек играет, например, он и в социальных сетях будет играть, и в игровые автоматы, просто происходит видоизменение. Для того, чтобы играть, например, ему надо пойти в игровой клуб. А здесь идти не надо. Да, здесь идти не надо. Вот хорошо, что вот эта зависимость не может сказаться на алкоголизме, правда ведь? Да, но вы знаете, что люди, по мнению психологов, которые проводили некие исследования, что люди, подверженные зависимости алкогольной либо наркотической, они чаще попадают на зависимость от социальных сетей, от интернета в целом скорее. Вот не стало бы выделять здесь социальные сети. А много ли вообще контента какого-то, не знаю, непроверенного? Ну, как вот Илья нам сказал сейчас до эфира, мусор такой настоящий, интернет-мусор. Много ли у вас сейчас? Достаточно. Все зависит от того, где именно в социальных сетях люди общаются, да, в какие группы он вхож, пользователь, какие у него интересы. Ну, например, в том месте, где, в тех группах, где общаюсь я, мусор присутствует, но не в критичных количествах. Однако в сообществах по обсуждению фильмов, фотографий, отпуска мусора достаточно. Мало содержательные сообщения, нецензурная брань, агрессия. Ну, агрессия, кстати, и в любых темах. Я изучала новостные сообщества, и, например, в теме, что самарцы пишут петицию президенту Российской Федерации по одному вопросу. Да, была такая идея. Да, там было очень даже горячо. Я думаю, что у людей нервы были на пределе, и конфликты, я думаю, вышли за пределы социальной сети. То есть социальная, виртуальная может переходить и в реальную жизнь. Вот на этом-то мы и закончили, друзья. Чтобы не быть агрессивными и все время хорошо себя чувствовать, нужно каждое утро смотреть программу «Утро губернии». До свидания. Спасибо вам большое. Много интересного мы узнали. Мы вас найдем в социальных сетях. Пожалуйста. Друзья, но мы продолжаем прямо сейчас новости на телеканале «Губернии». В эфире новости «Губернии». Доброе утро. В студии Татьяна Потоцкая. Работники почты региона в воскресенье отметили профессиональный праздник. Их поздравил губернатор Николай Меркушкин. В частности, отметил, что в Самарской области трудится более 7 тысяч сотрудников регионального управления Федеральной почтовой связи. Цитата «Сегодня населению предоставляется более 80 различных почтовых, финансовых и других услуг. Этими услугами охвачены все населенные пункты региона. При этом постоянно внедряются новые виды сервиса, повышается качество обслуживания населения. Трудно переоценить ту большую социальную нагрузку, которую несут на себе почтовые работники. Вы выполняете очень важную и нужную людям работу. Почтальонов ежедневно ждут сотни людей. В любое время года и в любую погоду вы приносите адресатам свежую прессу, долгожданные письма и телеграммы. Пенсии и пособия». Сегодня начинается Селигер. Самарская область на главном молодежном форуме страны представит 200 человек, в том числе победителя окружного форума ИВЛГ-2013, который прошел в июне на Мострюковских озерах. Селигер пройдет в Тверской области под патронажем президента России и Федерального агентства по делам молодежи. В первый день работы гостей и участников ждет выставка молодых миллионеров, а волонтеры проекта «Технология добра» проведут мероприятие для детей-сирот из местного детского дома. Программа, как всегда, насыщенная. На поляне смотра пройдут форум молодежных проектов, деловой и гражданский форум. Ожидается 5000 участников. Авторы лучших проектов получат возможность реализовать свои идеи. В регионе планируют пустить водное такси из Самары в Новокуйбышевске, Тольятти. Такими планами делится в областном министерстве транспорта. Организация движения маршруток по Волге рассматривается как альтернатива автобусам и электричкам. В Самарской области появится региональный центр инновации социальной сферы. Уже создана специальная рабочая группа. В ее составе чиновники, общественники, ученые. К решению проблем планируется подключить бизнес, а социально ответственные предприниматели смогут получить определенные льготы. Напомню, в марте этого года было подписано соглашение между региональным правительством и агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Первым этапом или первым шагом как раз и будет создание межведочной группы. Самое главное то, что этот центр будет создавать прекрасный инновационный климат для развития инноваций социальной сферы. Количество социальных проблем, которые можно решить с предпринимательским способом, их огромное количество. И вот как раз задача центров инновации социальной сферы, это быть таким инкубатором и акселератором социальных проектов, задача которых в первую очередь это решение социальных проблем на конкретной территории. Самара снова попала в антирейтинг. На этот раз по числу аварий по вине молодых водителей. Четвертое место в Приволжском федеральном округе. Нарожные полицейские подвели итоги работы за первое полугодие. Всего по данным ГИБДД количество ДТП в регионе снизилось, но цифры все равно внушительные. Произошло почти две тысячи происшествий, в которых погибло 208 человек. Примерно две с половиной тысячи человек получили различные травмы. Как отметили силовики, особую проблему нередко создают молодые люди на спортивных мотоциклах. Напомню, несколько дней назад в Кировском районе мотоциклист с пассажиром, двигаясь по московскому шоссе на огромной скорости, сбил девушку на пешеходном переходе. От удара пострадавшая лишилась ноги, при этом сам водитель погиб на месте аварии. А его пассажир оказался в больнице с тяжелыми травмами. Это, как правило, молодежь. От 18, а то и младше, до 25 лет, которая не имеет ни водительского удостоверения, ни всех средств защиты необходимых, и, конечно, навык. Мы составляем и фото, и видеокартотеку, и где они собираются, и их отрабатываем. Матч самарских крыльев со столичным «Спартаком» рассудит ростовский арбитр Сергей Иванов, один из самых молодых и перспективных российских рефери. Он уже два раза обслуживал встречи с участием волжан, и оба раза крылья проиграли – «Амкару» и «Локомотиву». Напомню, первая игра нового футбольного сезона в российской премьер-лиге пройдет завтра в Самаре. В регионе стартовал сезон продажи бахчевых культур. Точки торговли уже определены, все легальные можно узнать по специальным табличкам. В рейд по незаконным инспекторы Роспотребнадзора обещают выходить регулярно. Как выбрать спелые арбуз или дыню и не отравиться, сегодня на пресс-конференции расскажут специалисты. Пока на этом все. До свидания. Генеральный партнер прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. Еще раз доброе утро, друзья. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Утро. Губернии» в студии по-прежнему. Виталия Пуштникова. Илья Табуев. Ну а сейчас у нас в студии настоящий фанат социальных сетей. Светлана Анатольевна Крывая, активный пользователь интернета. Здравствуйте, Светлана. Доброе утро. Расскажите, где же вы проводите большую часть своего свободного времени? В какой сети? В ВКонтакте. То есть ВКонтакт меня интересует больше всего, но у меня также есть страница на мой мере и в Фейсбуке. Это по-бывающей. Сколько часов в день вы тратите? Ну я бы не сказала, чтобы я в силу того, что я хожу еще на службу, работаю, кроме того, являюсь мамой и женой. У меня есть домашние дела, заботы, как у каждой женщины. Поэтому я захожу утром, проверяю электронную почту. У меня есть полчаса. И вечером. Ну а уж вечером, ну настолько, насколько я пожелаю. Светлана, а как получилось так, что вы подсели, что у вас аж в трех социальных сетях есть ваша страничка? Ну в силу того, что, конечно, в первую очередь на это влияет окружение. То есть те люди, с которыми я общаюсь, скажем так, в реальной жизни, они все существуют и в социальных сетях, и это служит дополнительным нашим элементом общения. Вы часто путешествуете и выкладываете фотографии, правильно? Да. Что стимулирует? То есть вы едете в путешествие, чтобы потом поделиться с друзьями? Разумеется. Такое тоже бывает. Ну в первую очередь. То есть нам похвастать. Это да, похвастать, чтобы вот, знаешь, не ходить в гости, не звать друзей, говорить. Знаешь, я вот съездил, вот этот альбомчик, давайте смотреть. Зачем это нужно? Тратится, это же нужно, гости будут, нужно купить еды и все. А это в социальную сеть выложил, все, здрасте, я в Париже. Вот так вот. Ну а потом, видите, если скажем пообщаться, это как растянется на времени. А здесь выложил, смотрят все. Так, потом комментарии прочитал, успокоил, все хорошо, экономит время. Ну не похоже это на работу, вы знаете, вы едете в путешествие, все время думаете о том, так, мне вот это надо сфотографировать, вот это я потом выложу в социальную сеть. Ну когда работа в удовольствии, то ничего страшного. Ага. А вообще важно для вас количество лайков? Вы следите там? Нет, это абсолютно не важно, и я не стремлюсь к тому, чтобы там понравиться всем. То есть у меня есть люди, которым действительно это интересно, и вот их мнение для меня значимо. Ага. А скажите, а много ли у вас друзей ВКонтакте? Нет, не очень много, но в пределах 50. Вот это вообще, в принципе, так-то нормально. Да, только самые главные люди. Самые близкие. А что-то вы для себя ищете там? Разумеется. Что может заинтересовать? Ну в первую очередь, ведь вы знаете, да, ВКонтакте есть сообщества, группы, как они там называются. Я состою в 200 группах, и поэтому информация, которая выкладывается в этих группах, меня в первую очередь, конечно, интересует, и я отслеживаю еще какую-то полезную информацию для себя. Бывает такое, что друзья вас не могут оторвать от компьютера? Ну вот пригласили куда-нибудь прогуляться, вы говорите, что нет, мне нужно фотографии выложить. Нет, конечно, ну я реальное общение предпочту, конечно, виртуальному. Но тем не менее, допустим, я работаю с коллегами, мы общаемся 8 часов на службе, и когда я прихожу вечером, у меня всегда найдется несколько аспектов, которые можно им сообщить через интернет. Прекрасно, это очень удобно. То есть у нас, Светлана, образец настоящего пользователя социальных сетей. Да. А как вы относитесь к рекламу, к спаме, вот то, что к мусору вот этому? Ой, ну конечно, очень осторожничаю, поэтому по всяким ссылкам не хожу однозначно. Какие-то там просьбы, пойди туда, взгляни на то, или там, смотри на это однозначно. Поэтому я сразу говорю, ребята, то, что вы мне прислали, я смотреть не буду. Вот, видишь, безопасность, что называется. Да, превыше всего. Да. А о чем вы никогда не станете говорить в социальной сети? Есть какие-то для вас запретные вот темы? Ну конечно, скажем так, то, о чем бы я не хотела делиться ни с кем. То есть какие-то свои личные внутренние переживания, которые я не хотела бы выносить на обсуждение, их я точно не озвучу. Ну и, конечно, стараясь не допускать какого-то хамства откровенного, чтобы этого не было. То есть корректно, толерантно, чтобы это, ну, никого не напрячь. Светлана, а дети у вас в социальных сетях есть? Конечно, моя дочь, это мой первый конкурент по интернетному времени. Так что вы боретесь с ней до компьютера? Ну, не боремся, во всяком случае, пытаемся прийти в соглашение. Она говорит, мама, ну, в силу того, что я вот достоколитая, а потом ты. А, вот так. А вы общаетесь с ней? Разумеется, конечно, она у меня в друзьях, и поэтому какие-то там новости, какие-то что-то мне, что понравилось, я в первую очередь отправляю ребенку. Она там со мной. То есть мы это еще через интернет. То есть вот мы сидим в соседних комнатах. И еще через интернет. А сколько я лет? Мама, иди посуду помой там. 19. Я не буду, я устал, я лежу. Что, Светлана, спасибо вам большое, друзья. Ну, а мы продолжаем прямо сейчас анонс телепередач на канале Губерния. Интригующий 19 век. Любовь. Демон. Сердцеед и Дон Шуан. Знаешь, он меня так любит. А это что за трогательное создание? Я смотрю, вы не теряете даром времени. Предательство. Исхина, это игра, понимаешь? Я знаю, о чем мы разговаривали. Ты посмотри, кто из тебя вьет веревки. Кто мотает твои деньги? Ты женился на ком? Придворные тайны. Скажите, его высочество при вас читали это письмо? Я хотел говорить с вами без чужих ушей. Он все знает. Он знает, что это я. В телесериале «Адъютанты любви». У меня нет любого выхода. Выход есть всегда. Нет. С понедельника по пятницу в 15.05 на телеканале «Губерния». Вот что сказать я вам хочу, братья мои и сестры. Для вас открывает свои двери рекламное агентство. Потрясающе. Вы где его откопали? Спокойно, ребятушки, спокойно. Милые, не надо ругаться. С большим спектром услуг. Давай еще раз пятой цифры. Мими, Рэси, Додо, Рэ. Это что, мой силуэт? Угу. Просто из бокса я никогда не видел. Тут они меня йогинчили, макромэ, и чертов ступы. Комедийный сериал «Агентство». Плачу 500 рублей, еще улыбаться. За что? За то, что не платите тысячу. А вы кто? Плачите. С понедельника по пятницу в 16.05 на телеканале «Губерния». Отлично! Пятая. А пощечину вставим сцену с тещей. Даже самые популярные и активные пользователи социальных сетей выкладывают порой откровенную ерунду. Да, но и большинство людей с удовольствием читают, комментируют, лайкают и припостят, говоря языком. Весной прошлого года интернет-сообщество взорвалось новостью о маркировке, так сказать, натуральности продуктов некоторых, которые вот в тюбиках у нас. Пасты, зубные кремы, например. На обратной стороне тюбика есть такой квадратик, обычно темного цвета, либо там, например, зеленого, красного. Так вот, появился такой слух, что темный квадратик означает, что продукт выполнен из ненатуральных абсолютно компонентов, то есть абсолютно химические вредные компоненты содержит. А вот зелененький квадратик якобы только натуральные природные компоненты содержит. И люди действительно поверили этой информации, хотя на самом деле настоящие эксперты говорят, что ничего этот квадратик не обозначает, что эта метка служит для того, чтобы автомат для резки полиэтилена распознавал просто место спайки. И это самый контрастный просто цвет выбран в этом тюбике. То есть, например, если большинство цветов у тебя зеленых на тюбике, то у тебя будет стоять зеленый квадратик. И все, вот понимаешь, ведутся. Ты знаешь, людям свойственно такое, так сказать, качество, как додумывать, благодаря нашей необъятной фантазии. Вконтакте есть даже специальное сообщество, опровергающее ложь подобного рода. Называется оно «Фейкбастерс». Подписывайтесь и рассказывайте друзьям, чтобы социальные сети никого не надували. Всю информацию нужно проверять. Да, ну и только проверенная информация о культурных событиях, происходящих в губернии. Если вы не подписаны на сообщество «Афишу губернии», то мы вам сейчас поможем с этой информацией. Наверняка кому-то будет интересно. «Сны осьминога» — современная графика коренных народов Америки в Самарском областном художественном музее. Все мы в детстве читали про индейцев, а теперь можно удивиться богатству их художественного мира, посмотрев выставку. В галерее «Новое пространство» в Самарской областной библиотеке работает выставка «Времена года мгновения Хайку». По замыслу создателей проекта «Художественное оформление галереи» будет воспроизводить типичный самарский дворик. Территорию «Нового пространства» разделят на 4 сектора в соответствующие времена года. Художники, фотографы и поэты, принявшие участие в выставке, стремятся передать медитативную простоту нашего города, подчеркивая красоту и неспешность моментов повседневной жизни. Ну и только нашему гороскопчику хочется верить вообще без всяких доказательств. Правда, Илья? Начинай. Точно. Овна, где бы вы ни находились, смотрите под ноги. Сегодня велика вероятность травматизма. Будет правильно отказаться от занятий на тренажерах. Есть угроза потянуть мышцы или головушку как-нибудь не так повернуть, что для вас весьма небезопасно. Одним словом, не вертить головой. Тельцы, не храните себя под ворохом хозяйственных дел. Обратитесь за помощью к своим домочадцам, в конце концов. Возможно, в них проснется совесть при виде ваших страданий. Близнецы, не пытайтесь возникающие проблемы решать с разбега. Пусть кто-нибудь другой прыгает с места в карьер. А вы подождите, пока туман рассеется. Выбирайте путь храброго воина. Раки, если вы не хотите осложнений во взаимоотношениях, срочно измените тактику поведения. И, пожалуйста, слушайте, что вам советует ваш внутренний голос. Он так давно пытается о чем-то вам сказать. Львы, чем больше времени вы проведете в кругу семьи, тем спокойнее пройдет этот день. И, может быть, благодаря этому не состоится нежелательная встреча с вашим деловым конкурентом. Девы, вы добились ответных чувств? Если нет, то спешите завоевать непокорное сердце. У вас времени до захода солнца. И помните, что темнеет у нас достаточно рано. Весы, отложите поиски синей птицы. Вашего внимания требуют дела насущные. И чем успешнее они будут развиваться, тем быстрее синяя птица окажется у вас в руке. Скорпионы, сегодня вам нужно сохранять спокойствие и способность четко и быстро реагировать на все изменения ситуации. Не употребляйте алкоголь сегодня. Совсем не нужно снимать им напряжение. Придумайте другие, более полезные способы для здоровья. Стрельцы, будьте проще. Поставьте перед собой цель, определите задачи и действуйте. Иногда практика гораздо полезнее самой гениальной теории. Сегодня есть шанс проверить. Козерог, если вы занимаетесь спортивным ориентированием, то сегодня для этого идеальный день. Если еще не пробовали, рискните. Ничего сложного. Очень похоже на пробег по магазинам. Главное успеть за обеденный перерыв и вовремя выйти на этот выход из гипермаркета. Вы далее постарайтесь сегодня принимать только коллективные решения. Тогда семейные проблемы решатся быстрее. К тому же вы сможете вдоволь пообщаться, а заодно узнаете о своих домашних и много всего интересного. И, наконец, рыбы. Не растранжиривайте семейный бюджет. В ближайшем будущем вам может понадобиться крупная сумма денег. А что вы будете делать, если сегодня потратите все на гастрономические изыски? Проживете, знаете ли, и без фуагра. Что ж, друзья, вот таким был гороскоп и таким день вместе с программой «Утро губерния». Кстати, вот программа наша заканчивается, а день только начинается. В общем, хорошего вам его продолжения. И проверьте сейчас свои социальные сети. Не наспамил ли там вам кто-нибудь? С вами были Илья Табуев. Виталия Пушникова. Счастливо, пока. Благодарим сеть магазинов «Остин» за предоставленную одежду ведущим.